Мы с вами немножечко поговорили о работе Мальтуса, но он даже не в чистом виде, конечно, определился. Он использует только часть концепции. Использует стадии Мальтуса о том, что при благоприятных обстоятельствах живые, ну, Мальтуса люди в целом, должны расширять эту систему. Живая организма начинает размножаться с фантастической скоростью. Привет, но эта скорость будет являться постоянной или возрастающей? Возрастающей. Возрастающей. Такие задачи мы с вами решаем. Помните, мы смотрели, сколько бактерий может произойти от одной бактерии, там, скажем, за один день, за два дня и за три дня. Но понятно, что быстрее всего размножаться будут бактерии, на втором месте против, однако. Крупные животные размножаются существенно менее. Ну, и тем более, там хитрая вещь, это у одноклеточных просто. Размножение подразумевает автоматическое уничтожение предшествующей клетки. То есть у нас этот игрок больше никогда не играет. Он уже отыграл, он борется и все. А кто среди всяких работных является рекордсменом по скорости этой машины? Грызуны всякие разные, мелкие грызуны. Ну, вот, допустим, для домового мыши, мосмоскулис, как будет выглядеть задачка? Если есть такая возможность, а это значит низкая конкуренция вокруг, и ресурсы в избытке, так, то самка будет приносить потомство каждые четыре месяца, так? При этом ее потомство станет полувозревым, тоже через четыре месяца. Была такая задачка? Значит, была такая задачка, и мы получили ламиную размножение. На самом деле, даже будучи человеком педантичным, а он был страшный педант, рассчитал такую задачку, ну, как, в какую цилиндровую сейчас поставил. Взял, померил, какую площадь занимает одна мышь. Занимает она, допустим, я условно говорю, 10 дюймов, 10 квадратных дюймов. Хорошо, допустим. И взял, посмотрел, а сколько мышей будет через год, а в одной паре через два года, через три года. А потом взял мусклопедию и посмотрел, какова площадь суши земного шара. Вот все земного шара. Со всеми островами, материками, континентами. Все земного шара. И выяснил, что примерно через 11 лет потомство одной пары ушей должно покрыть всю территорию суши земного шара мономушинным слоем. То есть следующую мысль надо вторым этажом стоять. Так вот, если... Нет, это больше 11 лет. Но я по костюмам шаг не хожу. Вопрос к чему? А большинство умирают. Вот, а вот. Причины? Ну, от съедания. От съедания. А вот съедания. От съедания учитывается форму. Еды не хватает. Еды не хватает. Самое главное – еды, воды и так далее. Конечно, существенную роль смертности будет играть и работа хищников, и эпидемия, которая будет возникать. Но главной причиной все-таки будет оставаться недостаток ресурсов. Ресурсами это называется, очень грубо говоря, все то, что необходимо дожить. Даже когда с детства будет работать. Поэтому, я не делаю первое утверждение. Все живые организмы имеют тенденцию к геометрической прогрессии и размножению. Г, П, Р. То есть, дая им волю, они начнут размножаться по поведению. Но на практике, в реальном мире, эта тенденция ограничена. Ограничена она недостаточности ресурсов. Хорошо. В результате родилось у нас куйма живых организмов, и не всем хватает необходимое. Что совершенно автоматически начинается? Какой процесс? Выбирает? Выбирает. До этого. Вы согласитесь? Веселение. Вы согласитесь в этом состоянии добровольно выгодить? Да. Правда? Нет. Володь сначала. Вряд ли. Да нет. Сначала конкуренция. Сначала конкуренция. Итак, конкуренция возникает из-за возрастания численности за счет КПК. Так, с одной стороны. И недостаточности ресурсов с другой стороны. Итак, конкуренция. Дальше идет присоединение. Да, подождите вы. Вы опять застричите через несколько ступеней. А перескажи, пожалуйста, вот это явление, конкуренция. Возникает с неслежностью между всеми живыми организмами или есть какие-то правила? Какие-то обстоятельства, при которых конкуренция возникает, а в других случаях не возникает. Есть. Да, пример. Точнее, назовите. Ну, например, одни животные питаются корнями растений, а другие листьями. Причем разных растений. А, если разных растений, то пример корректный. Отлично. Как мы назовем в более общем виде ваш пример? А назовем мы его совпадение потребностями. Если у живых существ не совпадают потребности, то будут ли на эту тему, вот на тему этих потребностей, у них конкуренция? Нет. Нет, конечно. Итак, первое условие возникновения конкуренция – совпадение потребностями у живых существ. Хорошо. Ну, и все. Я точно могу показать. Скажите, пожалуйста, у нас у всех здесь присутствующих. Потребность кислородия есть? Есть. А мы с него конкурируем? Нет. Нет. А почему? Ну, хватает. Что-то это. Вот если бы мы засадим сюда. Вторая особенность называется ограниченность ресурсов. То есть, ровно до тех пор, пока ресурс хватает всем, никакой конкуренции нет и быть не может. Она излишна. Идея понятна? Да. Хорошо. Итак, два основания для возникновения конкуренция. Теперь дальше, следующий шаг. Скажите, пожалуйста, а сколько разных ресурсов нужно в живом существу? Сто. Один, два, десять, сто? Сто. Намного больше, чем сто. Я. Нет, ну, точное количество, подсчет точного количества делать здесь сложное и сомнительное. Этим занимается наука и экология. Но существенно, что это широкие наборы. Это всегда длинные списки. Нужно это, 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 еще вот это, вот то, вот это. И немножко, этого немножко, этого немножко, этого немножко, этого. Хорошо, хорошо. Значит, так список длинных. В результате у каждого биологического вида будут возникать взаимоотношения с остальными живыми существами по огромному количеству разных полу. Согласны? Потому что потребность у них много разов. В результате у нас пошло взаимодействие между разными живыми существами по самым-самым разным полу. Отлично. Хорошо. Ну, и почему же будет приводить конкуренция? Вот вы выдали один из выходов переселения. Ну, да, возможно. Здесь я конкуренцию не выдерживаю, я взял, отошел в столбину. А там есть конкуренция? Если там нет конкуренции, то я решу завтра. Если там конкуренция такая же, или более жесткая, то я отошел еще дальше, еще дальше, а переселяюсь. А к чему еще могут приводить конкуренция? Вот как обычно люди считают, если конкуренция, то какие взаимоотношения между участниками этого действия? Напряженные. Напряженные. Совершенно верно. Вот эта система взаимоотношений, рождающаяся на этом поле, получила в русскоязычной традиции название «борьба за существование». Почему я так странно выразился в русскоязычной традиции? Это многострадальное понятие. Сейчас будем с ним разбираться. Английский мне немножко уводите? Скажите, как по-английски будет «борьба»? Fight. Fight или страду. А Дарвин не пишет эти слова. Он пишет competition. А competition переводить на русский язык? Соревнования. Соревнования. Скажите, пожалуйста, в рамках русского языка, какое понятие заряжено более агрессивным зарядом? Борьба или соревнования? Борьба. Конечно, борьба в результате. В умах обывателей свод такого возрастного и уже нового поколения четко засел и пришел. Борьба за существование – такой всеобщий мордобой. Война всех со всеми. И вот Дарвин, какой дар, считает, что всеобщий мордобой – это вообще основа развития жизни на земле. Помимо этих добрых, в особенности. Давайте разбираться. Разберемся вот на каком примере. Ну, допустим, я работаю там в каком-то месте и хожу каждый день от метро через стену дворов туда. Идти минут там, я не знаю, 7-10. Допустим, у меня возникли проблемы с местными гопниками, которые живут в этих дворах. Они считают эту территорию своей, территорией они там живут, а мне территория нужна для того, чтобы там ходить. У нас возникает конкуренция за территорией. Да. Да, возникает конкуренция. Телефон, напинаете. Какие возможные выходы? Первый возможный выход. Я вспоминаю не такую далекую для меня молодость, беру на участие и по ходу дела прокладываю себе прочистку среди гопников, проходя на работу. Вот это агрессивный вариант решения конкурентных проблем. А у вас нужно другой вариант. Отдать мобильник. Что? Отдать мобильник. Ну, отдать мобильник есть такой тоже вариант, но можно же делать иначе. Есть мобильник. Если бы это был в Нью-Йорке, я бы вероятно так и сделал. В Москве что-то мне подсказывает, что лучше этого не делать. А я делаю. Я просто говорю с гопниками из соседнего микрорайона, скажу, ребята, вы знаете, у меня такие проблемы, да? Если вам интересно, вот зайдите для вас бесплатно, там, почитаю любые лекции, даже все на свете. А мне вот надо обеспечить свободное хождение. Смотри, что произошло. В результате конкуренции, которая у меня возникла, я пошел на агрессивные или на союзнические действия? На союзнические. На союзнические. Конкуренция может приводить от них не только к агрессивным взаимодействиям, но и к возникновению союзов. Как называются взаимовыгодные союзы? Симбиоз. Симбиозы. Аминсциализм, каминсциализм. То есть симбиоз. Значит. То есть, ребят, можно, конечно, считать, что все события в семье, в любой человеческой семье, да, выводятся из драк между папой и мамой. Папа пытается настоять на своем, мама пытается настоять на своем, и вот это у нас и есть нормальная семейная жизнь. Вероятно, некоторые семьи так и живут, не я им судья, да, но вообще-то в любой семье всего хватает. Есть и агрессивное взаимодействие, есть и союзничество, то есть самое-самое разное. Считать, что борьба за существование, вся стволится исключительно мордовую, мягко говоря, недальновидной, просто не соответствует действительности. Она будет включать как агрессивное взаимодействие, так и самое-разное союзническое и нейтрализм. Примерно. Как минимум три разных случая борьбы за существование. Вот там вот разные механизмы в костерах. Первый случай. Если где-нибудь в сентябре-октябре подасть в Придворье, Кавказ, куда-нибудь подальше желать на городках, то вы услышите дивную музыку, которую в нашем мире услышать уже очень трудно. Иния зверей. Иния зверей по четверть тонны весны. Дело в том, что в это время брачный период у благородных оленей. И до сих пор в Кавказе и на лесном Кавказе кавказского оленя много. Горы боют. Самцы вызывают друг друга на поединок. Возникают турнирные площадки. Самцы бьются друг с другом, а ленок спокойно остается в кустах и посматривает. Она приметнется к победителю, к тому, кто отстоял эту площадку. Причем не одна, а ленок, а даже несколько обитающих на этом месте. Что происходит? Происходит пример внутри видовой борьбы за существование. Итак, первая форма борьбы за существование. Внутри видовая. Внутри видовая. То есть между особами одного вида. У меня есть своя особенность. Скажите, пожалуйста, у всех особей одного вида примерно одинаковая потребность или принципиально разная на гор? Полный уровень на исполнении на горсть. Просто отогли не видно. А это значит, при внутривидовой борьбе какая будет конкуренция? Взяла или крайне напряженная? Напряженная. Если конкурировать, то будет по всем направлениям. Это основной механизм, обеспечивающий борьбу за существование во внутривидовом механизме. Это конкурентная механизма, которая может приводить к агрессивным, взаимодействиям, союзническим, взаимодействиям. Это опять. Но это конкуренция. Берем второй случай. Второй случай. Межвидовая. То есть, между представителями равных видов. Межвидовая. Опять же, по определению. Сили потребности у представителей разных видов будут совпадать? Нет. Нет. Конечно. Берем два разные вида, которые вы более-менее представляете. Берем зайца, где-нибудь в Москве, и лоси. Так. Зимой чем ставится зайца? Ковы. Ковы некоторых деревьев, в первую очередь осины, ну альха, там и так далее. Явы, из того, что не пройдет. И чем еще кроме коры? А еще веточник. Кустарники и ветки, до которых он может дотянуться, несут кроме коры еще почки у себя. А почка, это очень питательная комочка к тканям. Так что веточник и карточек чудесно. Чем лось питается зимой? Корой. Корой и веточник. Корой. Но лось у нас вот такого роста, а зайца вот такого. Поэтому летом, с какого уровня будет питаться зайца? А вот такая лось. А лось возникнет. Они могут компарировать или не могут? Они просто из разных горизонтов. А зимой что возникнет? Так, а зимой возникнет лошадь. А зимой наш снег. Снег. Вот такая лось. Лось, как массивный звень, разумеется, да, продавит снег до земли. И будет питаться вот с этого уровня. Стоит себе и питается. Заяц будет продавливаться? Нет, не будет. С какого уровня питается заяц? Сторожно. Понятно? То есть в зимнее время могут ли возникнуть конкурентные пищевые отношения между зайцами и лосьями? Хотя теоретически да. А вот летом они будут компарировать? Хорошо. Да, а лосям были не раньше их с ними конкурировать? Сторожно? Ой, а оленя. Именно сразу тогда, может, летом конкурировать с ними. С самого начала, чтобы зимой конкурировать с ними. То есть, как вы это все представляете? Из беззаранителей. Да, из беззаранителей. О, как рукой! Вот это у природы никогда не происходит. Это только людям кажется, что таким образом можно выиграть. Это путь заведомо проводившим. Одна простейшая причина. Скажите, пожалуйста, вы лично и сновидящим? Нет. Взять и запланировать результат своих действий на сезон вперед, это вам только кажется, что это просто. А в драку вы уже энергию свою вложили? Да. Вложили. Шансы получить травму при этом у вас есть? Ну да. То есть, результат, еще бог знает, когда будет, и он сомнительный, будет ли вообще. А вот из ежки вы уже получили полный карман. С вашей точки зрения, это выгодная стратегия? Да. Ну, да. Значит, это стратегия выгодна с точки зрения городского облика, который является частным вариантом культуры городской. Ну, к сожалению, у нас в нашем бедном отечестве такой вариант культуры является очень массовым. Ну, чего же делать? Кого судьба? Но вообще-то стратегия пройдущая. Хорошо. Так что, как будет называться при нежитовом взаимодействии вот такие дела? Это общая конкуренция или частная конкуренция? Конкуренция под частным поводом. Вот между записами и властью. Скажите, пищевая в них может возникнуть, а половая конкуренция при разумножении? Нет. Нужна ли зайцу власть их? Нет. А наоборот, властью власть их тихо. То есть, по некоторым положениям у нас конкуренция возникает, а по остальным не. Вы знаете, при межвидовом взаимодействии частная конкуренция. Есть еще три стихи. Да, нет. Сейчас, но много это не бросают. Теперь попробуем разобраться. А отношение между волком и зайцем в лесу? Это отношение к конкуренции или нет? Нет. Нет. А почему нет? Потому что просто волком и зайцем вороняется. Давайте-ка вспомним, какой механизм мы называем конкуренцием. В каком случае возникает конкуренция. Понятно, что это так и все. Это соответственно, да? Да, самое главное, совпадение потребностей. А в случае зайца-волка у нас совпадение потребностей. Нет, простите. Это называется противоположная потребность. Не совпадающая, а противоположная. Зайц хочет жить, и волк тоже хочет жить. Нет, в данном случае, плохой ответ, ребята. Никогда не переходите на настолько общее понятие. Вы никогда не получите разумного ответа. Все хотят жить, и во всем случае. Не все. В данном случае, как решается задача? Вот у вас есть взаимоотношение, зайц-волк. Ведется преследование. Так? Задача зайца. Уйти от преследования. Задача вовл. Плохо выжить. Выжить задача вовл. Да, значит, если я не думаю, что это слово. Берем конкретно неверную. Разнорусную. Всегда посмотрите конкретную ситуацию, конкретное решение. Иначе вы так и останетесь висеть на уровне «это нужно для жизни». Вот это совершенно бессмысленное словосочетание. Для жизни нужно очень многое. Давайте проверим. Дышать вам надо? Да. Надо. Действовать надо? Да. Пить надо? Да. Спать надо? Да. Ходить в садке надо? Да. Вы путаете эти вещи между собой. Или вы можете точно сказать... Когда маленький, да. Когда я... Я думаю, что даже когда маленький не путаете. Если вас долго не кормить, вы будете не на горшок прощать, а на кишечке. Ну, а мы же ничего не понимаем об этом вопросе, если вы понимаете. Правда? Тогда у вас будут дети, вот тогда вы поймете. Понимают они или не понимают. Нет, ну в месяц что-то можно понять. Вот тогда вы его увидите. Пока разговор бессмысленно. У вас на этой теме нет практики никакой. Так вот, путаете вы ваши потребности, или каждая потребность по-своему необходима для поддержания жизни. Согласен? Да. Поэтому словосочетание «это нужно для жизни» не значит ровно ничего. Вы, пожалуйста, конкретно скажите, для чего конкретно это нужно. Также ситуация с волком и заяц. Бессмысленно говорить, что заяц хочет выжить. Волк тоже хочет выжить. И заяц выжить. И белка, которая сидит при одном сосне, тоже не хочет выжить. Только волк, чтобы выжить, должен свисать. Да, так вот. Чтобы выжить, чтобы его не съел волк. То есть это соподающая или противоположная потребность? Противоположная потребность. Конечно, противоположная. Можно ли назвать взаимодействие и противоположная потребность, а конкуренция? Нет. Нет, это же другой механизм. То есть не конкуренция. Понимаете? Мотоцикл – это не автомобиль. Вот такого типа отношения будут называться отношения типа хищник-жертва. Термон пишется через дефицит. Хищник, дефицит, жертва. И отношения на самом деле призамятные. По идее, можно себе предположить, что во всех случаях этой игры позиции зальца лучше всего, чтобы его не съели. А с позиции волка, наоборот, лучше во всех случаях съесть. Пойдем, я говорю, писать на писать. А при анализе финансовой документации крупной британской компании, которая вела в 18-19 веке закупки пушнины в Канаде. Сохранились все финансовые отчеты. Видно было, сколько чего когда купили. И по этим отчетам была реконструирована следующая картинка. Смотрели, сколько каждый год загадывалось шкур рыси. Ценный пушной зверь. Сейчас округ закрыт. И сколько шкурок зайцев. Вообще-то, в естественной среде, зайцы являются стандартной добычей для блина в года. А это у нас численность. Вот давайте начнем нашу груз ситуацию. Когда зайцев на данной территории достаточно много, рыщей нет. И впервые туда приходят пары рыщей. То есть зайцы у нас многочисленные. И впервые пришла парочка рыщей. Так, рыщей очень мало. В последующем пару-тройку лет. Рыщи испытывают недостатки добычи или нет? Нет. Нет. Добычи сколько угодно. Значит, сам корожают котят по максимуму. Всем хватает еды. Так, все котят вырастают крепкими и здоровыми. При этом вряд ли других рыщей нет. Так что, конкуренция за охотничьи участки происходит или нет? Нет. Молодняка спокойно расселяется. Каждый начинает обживать свой участок. Ну, как это скажется, все. То есть количество рыщей у нас начинает возрастать. Нажимает. Как это все скажется на поголовье зайцев? На процент не мешается. Это понятно? Первый год их за ними охотилась одна пара. А уже через два, через три года. Сколько на них будет пара кодиться? Несколько пар. Это ясно. Значит, поголовье зайцев начинает падать. Но пока еще еды хватает. А это значит, к размножению приступают уже по взрослевшему молодняку. Что с честностью рыщей? Еще стоять. Честностью рыщей возрастает. Как это скажется на честностью рыщей? В дальнейшем. Еще в дальнейшем. Все, ребята, гречесный год. У нас такое количество хищников на данной территории, что количество еды для них, очевидно, недостаточно. Количество плотных ситуаций с полков. Выберет. Какие выходы у рыщей? Конкурировать надо за воду. Ну и в результате. Разводить за счет. Рыщей будет. Знаете, либо гибель от голода, либо выход на другие территории. Пошли искать другие охотничьи участки, где побольше добыча. В любом случае, как это скажется, вот так. И все, ребята, голодная смерть, и это нет. Так что, ну, некоторые вдохнут от голода самую неудачную циражок, а большинство просто уходят. Если просчитать на этой территории, что в ходности рыщи упала. Уменьшится. Упала. Отлично. Клотность рыщи упала. Скажите, а кто быстрее на жальце? Зайца или рыца? Зайца. Зайца. Обратите внимание, у вас резко уменьшилось количество хищников. Что у вас с процентом выживающая заяца? В разы веще 5 лет. Начало увеличиваться. В ближайшие 2-3 года, что будет с плотностью заяца? О. Пошла возрастать. Ну, туда, значит, снова появятся хищники. Значит, как только возрастать еды для рыщи оказалось достаточно, что будет с плотностью рыщи? В результате. То есть количество рыщи растет и по синусоиде, а затем... Нет, это не строгая синусоида. Спасибо. Синусоиды – это график, который описывает строго определенному разуму. А вот такие графики с повторяющимися статономерностями называются периодические графики. Синусоиды – это один из частных случаев периодического графика. Это, конечно, не синусоиды, но некоторые периодические графики, из которых видно, являются ли численность хищника и жертвы независимыми от величин, или они взаимозависимы. 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 А плюс к тому, если мы берем и вообще в данной территории убрали хищников, как положено для жертв это благо, это ничего не значит. Или это плохо? Это плохо, так что будут длинные. Это ничего не значит, потому что тогда мы должны обоих контролировать. И так. Просто в гимн-процессе. Ох, ребят, не хватит такого контроля. Смотрите, какой контроль будет тогда действовать. Убираем хищников, что он начинается с численности жертвы. Увеличился. В общем, растет данного вот так. Ага. Как можно законтролировать этот рост? Двумя путями. Есть болезни. Нет, нет. Первая эпидемия называется. В результате. Что останется, если останется, от этой популяции после эпидемической волны? Совсем чуть-чуть. Если хват почти на рост. Рожки-то ножки. То есть на самом-то деле вот что произойдет. Ну и что, это та самая выгода, которой стремились жертвы, да? Нет. Подохнуть в страшных корчах от эпидемической болезни? Или что быстро съели? Странная выгода какая-то. Да? Второй, возможно говоря, размножились настолько, что полностью смог бы лявить свой ресурс. Это иногда бывает для тех видов, которые питаются чем-то определённым. Не всем наследить это не может. Но что будет с такими словами, если она подорвала собственную тропическую правду? А вот тогда уже совсем не будет. Тогда популяция просто исчезает. И это что, та самая выгода, которую получила популяция? Нет. Полное уничтожение? Презультаты, ну, сформулируйте вы. Для нормального существования популяция жертв. Хищники необходимы, безразличны или предануты? Необходят. Совершенно необходимы. Человек необходим. Здесь нельзя решать на уровне домохозяек, которые считают, что если кто-то кого-то обижает, то это очень плохо, если обижают либо меня, либо моего знакомого. Но не так играются игры. Итак, вот отношения типа психических жертвов. На самом деле, родственную группу с ними составляют немножко другие отношения. Ну-ка попробуйте дать определение существ, которых называются паразиты. которых называют паразитами. В биологии каких существ называют паразитами? Которые живут за счетом? Которые живут за счетом? Как паразитин. А что такое паразитин? Итак, я пока не увидел заявку на объяснение значения термина паразитин. Кто хочет попробовать? Паразиты – это те, кто ухудшает жизнь сельдинной. Сельдинная. Кто такой хозяин? Ничего совершенно не понятно. Вы объясняете неизвестное через непонятное. Нет, кто ухудшает жизнь? Отлично. То есть зима – это паразит по отношению к большинству живых существ на территории Центральной России. Вроде не проповедует. Празит – это союз с организмом без взаимного согласия? Ничего себе союз. От меня отъели кусок и назвали это союз. Какой-то странноватый союз. Это соединяется. Это животное, которое портит кому-то жизнь. Портит кому-то жизнь. Ага, то есть если сосед своим сверлением портит меня жизнь, то он… Он прояснит. Ага. Нет, он действительно прояснит. Прояснит. Он прояснит в ругодином смысле. Да. А для меня сейчас важен биологический смысл термина. Да. Ну, а паразиты – это такие существа, которые… Как они? В детстве на языке. В общем, они… Это, пользуются ресурсами любых существ? Какими? Такими ресурсами. Жизненные. Жизненные ресурсы. Отлично. Тогда мышь – мой паразит. Потому что она гадена. Внутренние ресурсы. Ресурсами организма. Это называется веществотивом. Да. Это называется веществотивом. То есть, на самом деле, паразиты – это организмы, которые живут за счет веществ тела другого организма. Волк – это паразит заяца. Волк – это паразит заяца. Ведь волк-то живет за счет веществ заяца. Он его убит. Он за счет… Ого! Ого! Вот здесь проходит такая зыбкая граница между паразитизмом и хищничеством. Дело в том, что хищник какой стратегии будет использовать? Как правило? Он жарба сначала убивает, а потом использует ее веществ. И он с ней чужих. Очень обезвлекает. Вот такого размера маленький хуни-хищник, ласка называется, совершенно запросто давит вот такого петуха глухаря. Глухарь во много десятка раз сильнее ласки. Но тогда ласка умнее. То, что волк может зарежать корову, в случае, скажем, да? Волк и вообще коров режут. Ну, термин не биологический, конечно, то есть огурцы, на крупном корове. Скажите, кто сильнее? Я беру на динамометре мере усилия, которые может развить один другой зверь. Не, и без же. А волк, он раненый медведь или волк? Да почему здесь раненый медведь? Не, а волк, он… Корова, которая… Волк, волк, он более… Корова. Вы сказали термин силы. Ребят, давайте подавляемся, что у каждого… Слова есть в разночении. Что это все положительно? Если вы хотите разбираться в сложных теориях, то будьте добры использовать слова только в рамках ее значения. И никогда не пытаться, вот как здесь же было сказано, нужно для жизни, если не сильнее, то более ловкий. Тогда уж давайте выкладывайте весь набор. Что ваш худ же потребует… Умнее, более ловкий, сильнее. Умнее, более ловкий, сильнее. Это вообще в смысле всегда? Нет, нет. Нет, конечно, не всегда. Да. И список такой лишен смысла. Ну, одно из трех точно. Нет. Уметь преимущества? Нет. Преимущества в данном случае вы можете оценивать только под фактом. Заранее, когда делать то, еще не может. Ход неинтересный. Потому что вот это как раз бессмысленная попытка разобраться в такой характеристике похищника или паразита. Более того, эти две вещи достаточно легко переходят в одну, а в другую, когда очень сложно границать. Ну, допустим, есть какие древнейшие представители позвоночника, бесчелюстные. В настоящее время, допустим, это миноги. Минога, морская минога, это достаточно крупное существо. Может быть, у меня руку такой толщины, такой длины. Могучая ротовая присутствия, позволяющая прогрызать внешние поклоны у чиновников питательной моря. Так вот, вообще-то обычно миноги питаются рыбами. Если минога на палубу, она лосось примерно таких же размеров. И если до этого потихонечку, то минога ведет себя как хищник или как паразит? Как паразит. Ничего себе. Как хищник. Конечно, это типичное хищничество. Хорошо, а бывают случаи, когда миноги атакуют китов. Дело в том, что в открытом море кит с миногой не может делать вообще ничего. Ну, представьте себе. Плывет кит, его атаковал минога, где-то повисло и начала его есть. Что кит может делать? Его стал отвлекнуть. А дипкости тела не хватит для того, чтобы завернуть. Почему не прижать так, чтобы зажать камни? Почему прижать? Камни к... Ну, на какой глубине посередине океана камни? Да. А это не будет. Километр 5-6. Да нет, ну все-таки 3,5 километра. Но мерять на 3 километра для животного, имеющего в жизни, задача смертельная. Абсолютно. Возрастающее давление рождает грудной оплет. Она может выпрыгнуть из воды так, чтобы слетел? Ребята, вы не очень себе представляете, что такое присутствие миноги. Такая мышечная воронка, усеянная изнутри роговыми зубами. Системная, подвижная. Плюс к этому, язык у миноги представляет в себя такой роговой стержень, который с силой выталкивается изо рта. Он усеян зубцами, направленный вперед. И есть мышцы, которые им двигают вот так. То есть, на самом деле, это буровая установка. А у них есть ледки? Нет, конечно. А может быть, просто той части, где она высунуется из воды? Ага. И все время так висеть. Ну да. Пока я куплю. Миноги чертовски живуча. То есть, кит собирается, там, дня 3-4, провисеть ничего не делая, выставив определенную часть ледки из воды. Кстати, о, куда он будет девать? Закон у химии. Вы понимаете, что из воды можно выставить только не все тело, если у химии. Ну понятно. Отменят его. Да. Закон у химии для хорошего. Хорошо. Так вот, смотрите. Если Минога отковала кита, она по отношению к киту является хищником или паразитом? Паразитом? Паразитом. Конечно, паразитом. 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 Здесь, значит, и организм может уберить. Что? Вот у вас есть некоторая бактерия Вася, которая прилетела сюда, села, активировалась, стала коррозитема. Скажите, лично она убьет организм хозяина? Нет. Это миллионное поколение ее потомков. Можно ли сказать, что лично Вася убил данного хозяина? Нет. Все, привет. Какой здесь сущник? Косы. Косы. Косы всех убивают. Всех. Всего взаимосвязи существования разных животных существ на нашей планете. Кроме частной конкуренции, вместо рядового существования включаются еще два механизма. Паразит-адиорен. И хищник-жакур. Это другие механизмы, они не сводимы конкуренциям. Кстати, из-за того, что они достаточно схудны, их иногда обеднят по будущим названиям. Жертва-эксплуататор. Отлично. Хорошо. Ну и, наконец, еще одна возможность, которой принципиально не бывает при внутрирюдовом. Симбиозом. Определение симбиоза, что это такое? Соимовыгодные соотношения. Между чем? Или кем? Не двумя, конечно. Здесь очень существенно, что это представители двух разных видов. Разных видов. Но это получается... Поэтому. По определению внутривидовой борьбы за существование, могут ли здесь работать симбиотические механизмы? Не, не было. При этом роль симбиозов в окружающем мире велика и огромна. Это не просто редкие исключения. Вот есть всеобщий мордовой и редкие случаи симбиоза. Да ничего подобного. Есть и большие случаи симбиоза, и редкие случаи взаимодействия. Да нет, нет. На самом деле и того хватает, и другого хватает, и третьего хватает. Это сложная система, включающая разные механизмы. Разные. И никак не сводимая к работе одного единственного. Да? Более совершенно верно с тобой тут же вспоминать эндосимбиоз. Вы понимаете, что наши клетки, на самом деле, используют сплавок не мог. Ровно так же, как клетки растений не могут вести фотосимпез. Результаты древних симбиозов, древних механизмов симбиозов. А вы понимаете еще об остыне, которые в нашем организме? Разумеется. Ну и так далее. Ни с числа таким примером. С симбиотическими свежими просто пронизана биосфера. Хорошо. Отлично. Вот это мы с вами посмотрели. Второй вариант, поэтому существовали. Неживидовая. Ну и наконец, третий вариант есть. Третий вариант вообще ни на что не похож. Так называться он будет «Борьба с абиотическими факторами». Биология – наука жизни. Биосфер – живой, жизненный. Если абиотические, это какие факторы? Неживые. Неживые. Абиотические факторы – это физико-химические условия окружающей среды. Важнейшие абиотические факторы. Температура. Температура. Влажность. Пиашь. Скорость ветра. Ну, химизм окружающей среды. В частности, почвенный хвост, минеральный трактат. Тектонические подвижки и так далее. То есть, все воздействуют с стороны неживой природы. Хорошо. Слово «борьба» здесь особенно неуместно. Вот это вот крайне неудачно в XIX веке загрепившийся вариант перевода при первых попытках переводов недавно. Но, в первую очередь, назвали это дело «борьбой». Так? Мы сейчас худо-бедно можем себе представить борьбу вот здесь, то как вы можете себе представить борьбу с ежиком с надвигающейся лагерью? Ну, ежик проводит захват и бросок через плечо, да? Ну, борьба здесь уж совсем не подходящая. Плюс к этому, именно в случае борьбы с абиотическими факторами возникает инверсия основных законов. Вот мы с вами разбирали случай с лесными мышами, да? В результате лесного пожара кто выживет? Выживет. Слабейший. Слабейший, а? А в чем дело? А дело в том, что энергия воздействия абиотических факторов очень часто может быть просто несоизмеримой, в принципе, с энергией живого организма. Силы зайца и волка хотя бы сопоставить можно. Ясно, что один вроде как сильнее, второй вроде как слабее. Ну да. А теперь попробуйте сопоставить энергетический ресурс ежика и идущий с горы лавина. Лавина круче. Нет. Не просто круче, а насколько порядок. Порядок соотношения таковым, что личное качество ежика при таком взаимоотношении что-нибудь определяет или нет? Нет. Вот самый крутой ежик разбросал лавину, выжил и размножился. Сильнейший победим. То есть при борьбе с абиотическими факторами это пресловутое правило, побеждать сильнейший. Работает или нет? Возможно, он бы был сильнейший, чтобы он мог скратиться, и ты его не заметил. Да как мне называют слово сильнейший, знаете ли? Ну, слабее. Это имеет другое название. Еще раз я говорю, ребята, если вы хотите отдыхаться от сложной концепции, выгоните к одной вещи. У каждого слова одно единственное, строго определенное значение. Никогда не старайтесь пасовать эти значения между собой. Ничего интересного не получится. Пара экстрементов. Я арендовал поле, такой здоровый метр в две ширины коридора и километр в зенбай. Так, такая километровая класса. Обнес это все хозяйство высокой вручной сеткой. С одной стороны поставил стартовые камеры, а с другой стороны поставил укрытие. И вот, когда мне захотелось, я из стартовых камер выпустил сотню зайцев. А спустя 20 секунд выпустил, там, допустим, 50 голодных волков. Чего начнется? Ну, во-первых, за 20 секунд заяц чует волков. У них некоторая фора возникнет. Да. Ну, и кто начнется? Я вот эту волку с этого момента учусь. Начнешь, что мне что-то вывозил. Ага, волки голодные, зайцы стекают, волки за ними. Скажите, пожалуйста, у всех ли зайцев будут одинаковые шансы добежать до укрытия? Нет. Нет. У каких больше? Если лучше приспоседоваться, и кому-то просто повезло. Так, еще раз. Кто дальше взял? Какие свойства зайцев в данном случае будут определяемые? Скорость. Ребята, всегда переходите от общих слов к конкретному понятию. Скорость. Скорость раз, и еще одна вещь. Манерность. Манерность. Может быть, он умеет резко поворачивать, значит, выигрывая в дуге разворот. Но зайца может просто привезти, скажем, в дерево упало. Нет, в дерево я все деревья стырю. Место ровное, гладкое. А в одном месте? То есть, в данном случае, Володя, выживание зайца зависит от его личных свойств. Да. Хорошо. Второй случай. Я взял ровно на ту самую площадку, выпустил ту самую сотню зайца, послетел над этой площадкой на вертолете и начал на нее сбрасывать железобетонные плиты. Скажите, пожалуйста, в данном случае зависит ли что-нибудь от личных свойств зайца? Ну да, если могу сказать. Но если я могу следовать бежать, то да. Успеет убежать, по первому. А от чего? А от куда? А от куда? А от куда? Я не огородил. Я огородил. И вы бетонный плитный, по рекламу. Можно в бетонный. Знаете, ответьте на вопрос. Зависит ли выживание зайца в данном случае от его личных свойств? Нет. Нет. Знаете, в каком из примеров первого или второго шанс на выживание является случайной или чем? Во втором случае. Во втором случае случайным образом распределяет шансы на выживание или смерть. Такого будет. Исходя из этих построений, Дарган выделил два разных механизма, которые начинают работать. За счет нежвидовой, внутривидовой и борьбы с абиатичной. Фактор может начать работать механизм, который будет называться естественным отбором. Когда говорят слово отбором, то что это означает? Скажите, вы, допустим, собрались в магазин за кроссовками. Как вы будете делать? Вы придете в магазин и просто соберете все кроссовки до одной пары, до той конца. Нет, померяем кроссовки, я буду отбирать. Значит, вы совершили отбор в данном случае. Вы отобрали по определенным признакам то, что вам нужно. Отлично. Естественно, отбор. Вопрос, кто отбирает? Мы. Случаи с кроссовками, несомненно, вы. А в случае с локами, известно, вы? Волчие. Ага. Значит, это дело называется естественное процессы. О естественном отборе говорят. В каком случае? Тогда шансы на выживание и размножение, для того, чтобы размножиться на выживание. Так вот, шансы на размножение носят не случайный характер. Так, выживешь, что или нет, зависит от тебя. Не от боли случая, а от тебя. Более быстро выживешь, ленивый и толстый покинешь. Вот в этом случае механизм, который работает в этом случае, называется естественное отбор. А в случае с железобетонными плитами, происходил ли естественное отбор? Нет. Нет. Это случай случайной смертности. Это абсолютно другой механизм. Не естественное. Нет, вполне. Вполне естественный процесс, но он не является отбором. Он не является селестным. А он является случайным. Итак, второй механизм – случайная смертность. Как по-вашему, вот мы выделили три разные форма борьбы за существование. В каком случае чаще результатом этой борьбы будет естественное отбор, чем случайная смертность? Вот три разные механизма. Внутри видовая, межвидовая и абиотические факторы. Где часть, ну, межвидовую, конечно, очень часто, а внутри видовую, как в собственном объявлении. Нет. Ну, а, ну нет, влиять-то есть. Разумеется. То есть, на самом деле, значит, влиять, что в этих случаях вообще не может быть случайная смертность. Может. Да нет, может. Но процент существенный, не очень. Процент не очень существенный. При этих двух формах в основном идет естественное отбор. А ты прям абиотическое. Случайные всякие. Не только. Не только. Ну, допустим, выживание растений в условиях запаса. Ничего не зависит от свойств красных растений. Зависит. Зависит. Но при прочих разумах вероятность случайной смертности как раз намного выше при борьбе с абиотическим фактором. Как раз именно к тому, что мощность в данном случае может быть не состоима. А у вас случайная смертность для борьбе с абиотическим фактором? Бывает. 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 Случайная смертность? Да. Ради бога. Камер. Происходит охота волка лазается. Зависит хороший бегун. Но на данной конкретной охоте он подвернул ногу. Вот случай такой. Подвернул ногу. Не повезло. Ну что с ним будет? Ну съедяйте. Ну если он не переждает, пока у него нога не успеешься? А волку он скажет, подожди, подожди, я подлечусь немного и продолжу после. Я вам просто разговариваю. Потому что, конечно, будет быть случайная смертность и при биотических взаимодействиях. Но просто ведущее положение в этом случае может снимать отборные месконечные. А вот в этом случае скорее механизм случайной смертности.